Бедняжка даже не подняла головы, когда к ней подошли волонтеры, было похоже, что она многократно становилась мамой, а значит, налицо типичная ситуация отработанного материала для разведения. Страшная история произошла недавно с одной милой собакой из Окленд парка, Флорида. Ее хозяева, видимо, прогуливались по стройке без каски, нарушив правила безопасности, отчего серьезно пострадали головами. Или, возможно, это были последствия тяжелого менингита, или же родовая травма. Так или иначе, они почему-то не смогли отличить собаку от попугая и решили тайно передать своего питомца на ПМЖ в приют, посадив его вместо переноски в старую птичью клетку, в которой она даже не могла прилечь. Сотрудники зоозащитного общества Анималаид были весьма удивлены, обнаружив утром печальную девочку Питбуля, ожидающую открытия приюта. Бедняжка даже не подняла головы, когда к ней подошли волонтеры. Ветеринары осмотрели собаку и нашли у нее запущенный случай демодикоза, крайнее истощение и много мелких проблем вроде вросших когтей. Было похоже, что она многократно становилась мамой, а значит, налицо типичная ситуация отработанного материала для разведения. Один из сотрудников приюта написал в социальной сети пост про Питбуля, и вскоре его печальная фотография зацепила сердце основателя зоозащитного общества Савин Ксейдж Анимал Рескью Фаундейшн, женщины по имени Регина. Она забрала животное к себе на попечение, назвав девочку милой кличкой птичка. Она была такая грустная, говорит женщина. Я вообще не понимаю, как можно было засунуть крупную собачку в птичью клетку. А, может, и ее и держали там какое-то время. Только совершенно ненормальный мозг мог до этого додуматься. Двойной апостроф. Врачи на новом месте обнаружили еще две проблемы – аллергию на пылевого клеща и стафилококк. Бедная птичка, все эти болезни терзали ее много месяцев. А ведь собака была еще не старой, ее возраст едва превысил три года. Вероятно, бывший владелец не смог справиться с таким количеством заболеваний, поэтому просто предпочел избавиться от питомца, считает Регина. Может, у него не было денег. К тому же нездоровое тело птички сильно и резко пахло, но для нас это ничего не значит. Мы ее лечим и любим такой, какая она есть. Двойной апостроф. И воспитанница женщины тоже отвечает ей взаимностью. Она всегда рада человеческому вниманию. А недавно птичка переехала жить к волонтеру Аманде, где вместе с тремя другими приютскими собаками набирается здоровье и учится быть радостной и активной. Теперь она, словно настоящая птица, летает по большому участку и валяется в траве. К тому же пти оказалась отличной нянькой, она помогает Аманде справляться с ее трехлетними племянницами. У нее стальные челюсти, рассказывает волонтер. Она мгновенно сжавывает любые игрушки, попадающие в поле ее зрения. Но в то же время, эта собака, настоящая липучка, она всегда лежит у моих ног или следует за другими членами семьи. Это будет прекрасный питомец для любого, кто ценит преданность и добродушие. Двойной апостроф. Мы желаем птичке найти самые любящие руки и больше никогда не знать печалей.